Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 мая, сегодня я почти все свои открыла укрытия. Вот это вот индетерминатные томаты, которые были немного длинноватые, которые я высадила лёжа. Я сейчас быстро пройдусь, буквально за несколько минут, вот как раз тот одуванчик, который вырос в тоннеле, и расскажу вам. Это вот были остатки от тех, которые я высаживала в теплицу. Они немножко были переросшие, я показывала. Они все взрослые, видите, они цветут. А тут один ряд, это были те, которые из теплицы, а второй ряд, видите, которые помоложе, они более позднего посева. Ну, конечно, те, которые остались из теплицы, они все цветут, уже у некоторых даже завязались плоды. Да, вот она завязь. Они же, потому что по срокам такие же, как для теплицы я сеяла. И, как я уже говорила, я когда заглядывала в тоннеле, я то же самое и говорила, что если они цветут и завязываются, для них и похолодание не очень на них влияет. Все они, все у них идет своим чередом. Ой, по-моему, махровая помидорка. Блин, придется убирать. Махровая помидорка будет одна здоровая. Я ее удалю. Это вот те самые махровые цветы, из которых будет, видите, многоядерная помидорка. Такую я не хочу. Она высосет. Все. Я больше не буду в вас время ваше отвлекать. Все вот эти индетерминантные, они тоже пережили все эти периоды похолодания. И вы... Сейчас хочу еще интересно показать. Посмотрите, сколько помидор взошло самих самосевом. Видите, вот это. В прошлом году, вероятно, помидоры тут упали. Все, которые, ну, переспевшие, оставались. И все буквально в помидорах, в томатах. Вот все, это все томаты. Так что тут уже выросли и новые томаты, и старые взошли. Все хорошо, ничего на них не повлияло. Так что индетерминантные на будущий год, наверное, тоже буду высаживать так же рано. Очень удобно. Сейчас придет, наступит период высадки всех томатов. А у меня руки уже развязаны. У меня уже половина населения томатного высажена в грунт. Все. До свидания. Это краткий обзор индентов моих в открытом грунте. Субтитры создавал DimaTorzok